Сергей Вячеславович, люди задают вопрос, что такое ассоциативные зоны мозга, что они делают? И правда ли, что по современным представлениям это понятие слишком расплывчатое и их не существует? Если же это неправда, где они располагаются анатомически в мозге? Дело в том, что эти действительно области могут отсутствовать у тех, кто делает такие заявления. То есть те, кто сомневается в собственных интеллектуальных возможностях, они вынуждены объяснять как собственную некомпетентность. Вот они и отрицают очевидные вещи. Дело в том, что если говорить о лобных областях, то они, как ни странно, выявляются в том числе не обязательно с помощью компьютерной томографии и других современных способов. А они выявляются в результате изучения последствий травматизации. Сначала расскажу, где они располагаются вообще. А потом поясню довольно подробно, в чем дело, в чем такие разночтения и откуда они берутся. Начнем для начала, где они располагаются. Они располагаются в лобной доле и на границе заднего края теменной, височной и кусочкой затылочной. То есть вот у нас на самом деле две ассоциативных области. Вот я сейчас возьму фломастер и мы с вами посмотрим, где эти области располагаются. Для этого я нарисую картинку на доске. Для того, чтобы понять, где располагаются ассоциативные зоны, для этих целей мне надо сделать несколько картинок. Не просто тыкать пальцем в книжку, а нарисовать их на доске, чтобы было понятнее. Значит, нарисуем вот такой мозг, в котором здесь у нас будут лобные доли, а здесь затылочные. Ну, понятно, что он заканчивается там плохо, видимо, мозжечком и стволом. Значит, вот такая картинка. Что, как разделяется мозг в самом общем виде? В самом общем виде, так называемой центральной бороздой, которая является зачастую физической, а зачастую геометрической, у нас отделяется мозг на две части. Переднюю и заднюю, это по старой анатомической навыклатуре, или то, что лежит кпереди от центральной борозды, все это называется, все, что уходит впереди, лобной долей. Сзади к нее как бы две части. Одна является височной, то есть продолжением складки вот этой сильвивой эмбриональной. И, соответственно, здесь у нас с вами теменная. Затылочная доля очень небольшая и охватывает зоны, ограниченные клином с этой стороны. И к нее входят в основном зрительные поля. То есть, это в основном снаружи видно, если это наружная часть мозга. Восемнадцатое и девятнадцатое. Затылочное поле семнадцатое, зрительное, оно чуть-чуть выходит на поверхность или не выходит совсем. Значит, ну, соответственно, мозг имеет борозды извильны, которых не так много на самом деле. Ну, во-первых, есть так называемая предцентральная. Она может быть из двух сегментов состоять, может быть из одного. Которая является к сзади от нее и к перейти от основной центральной борозды. Располагаются моторные области, где лежат нейроны, осуществляющие движение. Позади лежат, это уже, соответственно, в теменной, который мы обозначим зелененьким. Вот так. Позади лежат, соответственно, сенсомоторные. Сенсомоторные. Здесь различные области, связанные тоже с сенсорными функциями. Ну, например, здесь области, регулирующие массу предметов или объемового соотношения, которые определяют. Ну, классический пример – это большой пустой чемодан и маленький чемодан. Значит, большой пустой чемодан окажется более легким, чем маленький точно такого же веса. Всем будет казаться, что маленький. Это, значит, глупости, которые связаны с этой частью мозга. Нас интересуют ассоциативные области. Ассоциативные области у нас лежат в нескольких местах. Здесь у нас, соответственно, три основных борозды. Потом в зоне речевой еще разветвленная группа борозд. И три, соответственно, борозды у нас в височной области. Здесь несколько тоже бороздок специфических, о которых можно говорить отдельно. Нас интересуют ассоциативные области. Я их помечу красным карандашом. И они у человека в реальности занимают очень небольшое пространство. Вот примерно здесь. Потому что, когда говорят о зоне брака, то есть той области, которая лежит непосредственно, примыкает к ассоциативным, то есть примерно вот здесь, поле ответственные за речь. Значит, на самом деле здесь два поля, которые, собственно говоря, являются моторными. Они управляют моторикой, то есть глоткой и гортанью. Никакого отношения к ассоциативным центрам они не имеют. Как, впрочем, у поля верха. Надо сказать, что скрыто за складкой височной области здесь располагается еще островок. Это еще одна внутренняя доля, в которой находятся основные центры обработки слуховых сигналов, которые приходят в головной мозг и ствола. Где же еще лежат ассоциативные области? Ассоциативные области еще лежат вот здесь. Примерно вот такая зона. Я ее условно нарисую таким пентагоном, которая, собственно говоря, интегрирует несколько очень важных функций. За счет межкорковых связей сюда приходят сигналы непосредственно из слуховой области, из области памяти, а здесь вкусовая область, которая трансформировалась в эволюции центра памяти, и зрительная, а также уже интегрированные, обработанные сенсомоторные сигналы из полей, управляющих оценкой двигательно-моторной координации, массой тела и всем остальным. Плюс есть межкорковые и дальние связи, в том числе и соединяющие лобные области непосредственно с зрительными. Мы существа зрительные, и по этой причине есть большие межкорковые связи, которые у меня в книжках по анатомии, в том числе и анатомии мозга человека, подробно показаны. То есть, которые связывают эти две ассоциативные области. То есть, у нас две ассоциативные области. Для чего они нужны? В двух словах. Эта ассоциативная область, это как раз особенности поведения, индивидуального характера, это та область, которая определяет нашу индивидуальность. Именно вот в этой зоне, вот в этой области располагаются те самые поля, которые предопределяют особенности нашего характера. И повреждение их, если не дай бог это происходит, как раз и меняет характер. То есть, это непосредственно наше индивидуальность поведения. И здесь эта область подключается, очень маленькая по сравнению со всей лобной долей, подключается только тогда, когда человек попадает действительно в критическую ситуацию. И тогда особенности характера сочетаются с информацией от всего мозга, и он принимает какие-то решения. Это область для повседневного мышления. То есть, иначе говоря, мы принимаем решение, какую взять сумку, какую взять портфель, какой взять кошелек, сколько денег туда положить. В основном, используя вот эту область. Она не столь, скажем, творческая, но она не менее важная для повседневной жизни. Многие люди никогда лобной областью-то не пользуются. Зачем? Когда для того, чтобы сделать покупки, вытереть сопли, нос, сменить подгузник, в общем, достаточно вот этой области, которая интегрирует основные функциональные центры. У нас, поэтому, два ассоциативных центра основных для повседневной жизни и для сложных ситуаций, которые мы используем, соответственно, не всегда адекватно. Я изобразил, где они располагаются. Теперь возникает вопрос. Откуда возникла эта странная идея о том, что области лобной анимолди размыты? Ну, как всегда, безграмотность, она процветает в научном мире, особенно не в знании исследовательских работ, которые проводились в нашей стране. Я имею в виду индивидуальную изменчивость головного мозга. Дело в том, что как раз самые большие различия связаны с лобными областями, в том числе в той части лобной доли, которая отвечает за индивидуальный характер. Именно на нем Кононова показала, Елизавета Пегасина, что в мозге Маяковского было специфическое, 47-ое подполе, которое других людей отсутствует. То есть, там различия не только количественные, но и на качественном уровне. То есть, гигантская разница. То же самое с височными долями, с височной областью, то есть, височно-теменно-затылочный ассоциативный комплекс коры, который изучала Станкевича Шевченко в моей книжке «Изменчивость и гениальность». Это отражено. В чем дело-то? Сравнив табличка, там специальная приведена, в которой показано, у кого какие подполя в этой области есть индивидуально, а у кого нет. К чему я веду? Что вот эта гигантская индивидуальная изменчивость лобных долей ассоциативных и вот этот теменно-височно-затылочного комплекса ассоциативного не позволяет установить границы очень четко. Отсюда бесконечное толкование. А оно там расплывчатое. Но когда речь идет о случаях патологического повреждения этой области, или в результате инсульта, инфаркта, еще какого-то травмы, особенно в военной эпохе, когда делали гистологические срезы и определяли границы полей не просто так на глаз с помощью, в лучшем случае, бинокулярной лупы, а с помощью цитархитектоники, то выяснилось, что изменение возможностей человека ассоциативных, оно в основном связано именно с этими полями. И здесь существует четкий, совершенно однозначный локалиционизм. Другое дело, что эти поля очень изменчивы, а с помощью убогих томографов с разрешением в 150 микрон, ни с какими рентгеноконтрастными веществами и метаболитами, эти области не определить не из-за того, что они не четкую границу имеют, а из-за того, что они индивидуально изменчивы. В этом основная причина проблемы. И, собственно говоря, вся история с размывкой этого относится еще к 30-м годам 20-го века, когда американцы, работая с такой обезьянкой, которая называется Алитас, которая, собственно говоря, имела очень большую индивидуальную изменчивость, как раз неокортекса, подошли вплотную к пониманию индивидуальной изменчивости человека. Но эти балбесы, вместо того, чтобы увидеть за найденной ими индивидуальной изменчивостью неокортекса этих приматов разницу в поведении и разницу к обучению, о котором было прекрасно известно, эти балбесы додумались только для того, что поля нестабильны. Но это было выгодно, поскольку они были врачами и кормились с того, что объясняли страховым фирмам, что человек, у которого выжил случайно, а ему снесли полмозга, он еще может быть вылечен. Достаточно только вложить деньги в их медицинские учреждения. То есть вот на основании этого бизнеса, собственно говоря, в Америке на самом деле и было погублено все цитоархитоническое направление науки, а теперь оно потом было заменено на биохимическое, молекулярно-генетическое, ну а теперь вот это томографическое втюхивание красивых картинок, за которыми ничего не скрывается, кроме выдуманных когнитомов и других кунштюков, которые никакого отношения к реальной науке не имеют. Поэтому лобные области, первое, подводя такой итог, во-первых, они есть, во-вторых, у человека их две в каждом полушарии, то есть всего четыре. Они разные, это было показано в специальных цитоархитонических исследованиях. С правой и левой стороны они различаются, они разные. Во-вторых, для повседневной жизни используется височный, в основном височно-теменно-затылочный вот этот комплекс, а для сложных индивидуальных решений, особенно творческих, в основном нижняя часть лобной доли. Лобные ассоциативные области малюсенькие, они занимают около 10% всей лобной доли. Поэтому говорить о том, что вся лобная доля является ассоциативной, нельзя. Там средоточены моторные и точные для точной координации согласованных движений головы, тела и рук центры. Поэтому у нас очень скромный ассоциативный потенциал, к тому же, который мы очень редко и плохо используем. То есть, к сожалению, это не самое главное в нашем мозге. Я отвечу на дополнительный вопрос, а чем они занимаются? А они занимаются тем самым, чем люди заниматься меньше всего. Хотят и умеют творчеством. Они занимаются синтсозданием того нового, поиском того нового, чего до них не было в природе общества. А именно, что это такое? Если воткнуть их в электроды, что было сделано неоднократно, и посмотреть, а к чему это вызывает стимуляция, то выяснилось, что ни к чему. И тогда эти молчащие области и назвали ассоциативными. Потому что решили так. Раз ноги не дрыгаются, глаза не дергаются, в ушах галлюцинации нет, то значит, это что-то такое выше. На самом деле, потом, при анализе травматизации, этих областей пришли к выводу, что да, действительно, это ассоциативные области, которые вызывают ассоциации. То есть, что? Познание нашего мира вокруг нас связано с этими областями. В том числе и выдумки всего нового. Когда вы на базе всего мозга, вашего личного опыта, огромной работы предварительной, изучения, неважно чего. Вы можете изучать там муравьёв, хотя до вас они хорошо изучены, но открывать для себя что-то новое. Вот этот момент, когда вдруг понимаете, как это устроено, как это работает, и работают те самые лобные области. Они нужны для того, чтобы быть своеобразной надстройкой, над остальными центрами, которые выполняют конкретную функцию. Двигательную, сенсомоторную, зрительную, слуховую, обонятельную, осязательную и прочее, прочее. И вот эти области являются надстройкой, над вот этим корковым представительством этих всех систем. И когда вам надо интегрировать ваше знание, то есть попытаться понять, как связаны между собой события, некоторые, кстати говоря, так и не понимают, ни в какую, сколько не объясняй. Но тот, кто понимает, тот как раз с активными областями пользуется. То есть он пытается увидеть закономерность там, где она неочевидна. Для этого это и нужно. Для решения новых задач, которые в биологии, в поведении до тебя не возникали, или возникали очень редко, или их все тщательно скрывают. Особое тайное знание. Вот это особое тайное знание, то есть связь между предметами и способность предсказывать результат, и связано с лобными областями. Ну, одни попроще, которые теменно затылочно-височные. Для повседневной жизни ходить в магазин, выбрать не тухлую колбасу, а посвежее, сообразить, что вот эта колбаса была произведена на Украине, бог знает из чего, а теперь продается как отечественная, а вот это вроде бы действительно реальное. Понять, что, например, красный цвет колбасы связан с эритрозином, а не с натуральным мясом и прочее. То есть вот для того, чтобы это работало, нужны простые ассоциативные центры, как теменно-височно-затылочные. А сложные задачи, когда вы, не дай бог, занялись решением математических проблем, или еще каких-то, которые не требуют простой памяти, как решение кроссворда, тут включаются лобные, ну, это уже такой процесс, очень затратный, и заставить себя регулярно думать на ту или иную тему, которая не приносит барышей и биологических преимуществ, очень сложно. Вот, собственно говоря, их основные функции. А из-за того, что таких ситуаций у нас в жизни мало, мы, соответственно, редко ими пользуемся. Поэтому в большинстве случаев склеротические изменения в них наступают раньше всего. Ну и хорошо, каждый день как новый. Не надо ни о чем задуматься, ничего анализировать.